Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию Василия Белов «Путь сердца к родине, к дому, к земле». 23 октября 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, русского писателя. Будущий писатель родился в 1932 году в деревне, которое называлось Тимонихой, Вологодской области. Его родителями были крестьяне. В 1943 году семья лишилась отца из-за военных событий. Будучи еще совсем мальчишкой, Василий вынужден был приступить к работе в колхозе. Он был старшим из пяти детей и стал хорошим помощником своей матери. Позже, вспоминая времена своего детства и юношества, он говорил о том, что они были наполнены ощущением постоянного голода и всепоглощающей любовью к чтению. Белов Василий Иванович, биография которого включает семилетнее обучение в сельской школе и ее окончание в 1949 году, предпочел не оставаться в родной деревне. Желая получить полезную профессию, он отправился в город Сокол. Там находилась фабрично-заводская школа, в которой обучали различным рабочим специальностям. Многие из них были чрезвычайно востребованы в послевоенное время. Здесь и остался Белов. Биография его содержит факты о получении специальности столера и плотника. Затем будущий писатель сменил несколько занятий, среди которых столер, моторист, электромонтер. Отслужив положенное время в армии, Василий устроился на завод в городе, который тогда назывался Молотов, а сейчас Перми. В середине 50-х годов молодой человек приехал обратно на родину и был принят корреспондентом в районную газету Комунар. В это же время начинается его литературная деятельность. Уже имели место успешные попытки публикации коротких произведений, которые писал Белов. В нескольких газетах районного значения были напечатаны стихи, очерки и статьи писателя. Земляк Василия Александр Яшин посоветовала ему послать стихотворения в литературный институт, что тот и сделал. К своему удивлению Белов прошел творческий конкурс. Пять лет писатель посвятил получению литературного образования. В этот период им был выпущен сборник стихотворений «Деревенька моя лесная», а также написанная и опубликована повесть «Деревня бедняка». В 1964 году, когда институт был окончен, Белов поселился в родной Вологде. Биография писателя включает вступление в Союз писателей Советского Союза в 1963 году. 60-е годы были ознаменованы для писателя выходом нескольких произведений «Весна», «На Растанном холме» и «За тремя волоками», а также повесть, принесшая ему популярность, «Привычное дело». В течение следующего десятилетия из-под пера Василия Белова выходит несколько повестей, составивших цикл. Русский писатель Белов назвал его «Воспитание по доктору Споку». Основной идеей повести стало бескомпромиссное противопоставление городского и деревенского жизненных укладов. Писатель занял позицию, с которой критиковал обычаи и нравы городской жизни, называя ее неестественной. Приветствуя выход цвет повести «Привычное дело», Александр Твардовский писал Белову в июне 1966 года. С большим удовольствием прочел «Привычное дело» в Севере. Очень хорошо, густо и без обвиняков в отношении жизненной правды. Главный герой повести Иван Африканович Дрынов, многодетный колхозник, человек добрый и терпеливый, воспринимает свою бедность и бесправие как данность. Единственная его попытка улучшить свое положение, уехав в город на заработки, кончается поспешным возвращением назад, ибо не в силах он поменять место и привычный уклад своей жизни, своей деревни, своего колхоза. Иван Африканович несет в себе радостное ощущение жизни, кровной связи с людьми, с природой. Обремененный большой семьей, одних только ребятишек девять, занятый с раннего утра до позднего вечера физической работой, он мог бы духовно увянуть, но этого не происходит. Иван Африканович в суете повседневных дел успевает и полюбоваться восходом солнца, и прочувствовать бескрайнюю глубину неяркого северного неба, и прислушаться к игольчатому писку синички, и заметить, как у речки нестарый и глубоко поребячий спит осинник, и как словно румянец на детских щеках проступает сквозь сон прозрачная, еле заметная зелень коры. Мучительно переживает Иван Африканович каждый свой поступок, не согласующийся с совестью, но с наибольшей силой раскрывается богатство души Дрынова в отношении к жене. Его любовь к Катерине поистине безгранична. Уйдет она в поле на ферму ли? Ему будто душу вынет. Двое суток просидел он без сна и еды в коридорчике сельской больницы, с тревогой ожидая, когда жена родит девятого ребенка. Внешне же он скуп на чувства. Когда увезли Катерину с сердечным приступом, для него в доме сразу как нетоплено стало, а самого будто стреножили. Белый свет стал низким, да не широким. Ходишь, как тесный худым мужиком срубленной бани. А вернулась. Зволнованный прибежал с поля домой, подсел рядом, да только и спросил, ты это на машине или как? И счастливый занялся повседневными делами. Повесть «Привычное дело» положила начало новой волне деревенской прозы и определила ее черты. Интерес к духовному и душевному миру крестьянина, к его частной жизни, к судьбе женщины-матери, к традициям, обычаям, перспективам развития деревни. Первые критические оценки повести были более чем скромны, но постепенно о ней заговорили как о значительном общественном явлении. Вокруг повести развернулась горячая полемика, а о герое было высказано столько разноречивых мнений, сколько не высказывалось, пожалуй, ни об одном из героев последних десятилетий. Сейчас повесть Василия Белова «Привычное дело» уверенно ставится в один ряд с произведениями русских классиков. Трагическая эпоха коллективизации оказывается в центре внимания Белова с начала 1970-х. Писатель выходит к новому для него жанру – роману-хронике, создавая кануны и продолжение их «Год Великого Перелома» и «Час шестый». По ходу создания романа границы изображения раздвигаются, одновременно суровей становятся краски, более жесткой – кисть. Канунами названо преддверие всеобщей коллективизации. Повествование ведется о жизни в этот период северной деревни Шибанихи и, в частности, крестьянской семьи Роговых. Коллективизация и то, как она отразится на судьбах этих людей, будут изображены в продолжении канунов романе «Год Великого Перелома» и следующей части цикла под названием «Час шестый». При оценке творчества Белова неоднократно возникал вопрос об идеализации авторам деревни и деревенской жизни вообще и уходе от социальных конфликтов. В частности, критики отмечали, что в канунах Белов с большим интересом описывает крестьянские праздники, свадебный обряд, конные бега и так далее, нежели социальные отношения и деревенская маслоартель. Постепенно повествование переходит на самые трагические страницы русской истории XX века. Коллективизация нарушает тот лад, на котором держалась жизнь деревни. Герои оказываются перед выбором – быть как все или сохранить себя, часто ценой собственной жизни. Таким образом, в трилогии «Час шестый» Белов поднимают не узкосоциальные, а философские вопросы. Обращаясь к теме русской деревни и ее истории, писатель знакомит читателей с традиционным укладом жизни русского крестьянина, отражает изменения, произошедшие в жизни народа в течение XX века. А самое главное – отражает перелом человеки. Человек-мастер, творец, сменяется тихим философом, живущим в своем мире, незаметном для правительства и городских жителей. Ницкие рассказы вышли в 1968 году. Для повествователя Константина Зорина город давно стал своим. Деревенское прошлое отделено от него годами, психологической и культурной дистанцией. Взгляд героя на деревню иногда чуть отстранен, рационалистичен, но его, вопреки всему, с неодолимой силой величет к родному дому, к старой деревенской бане, отремонтировать которую он и приехал в отпуск. Как в очищающий поток он погружается в медлительное существование полузаброшенного села, сходится с односельчанами. Он любовно живописует старого плотника Алешу Смолина, совестливого труженика, мудрого, но вместе с тем хитровато-озорного в своих бесконечных росказнях. Только здесь у себя дома Зорин ощущает первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба. Для него нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем. Белов ищет возможность гармонической цельности и находит ее в уютном мире малой родины, где тихо спят теплые ельники, где от леса веет покоем, тишиной, где так хорошо жить. Однако подобное состояние редкость и почти недоступно современному человеку. Оно удерживается в немногих вещах Белова, таких как рассказ «Бобришный угор» и лишь эпизодически возникает в произведениях 1970-80-х годов. Обращаясь к городским сюжетам, Белов обыкновенно застает героя в состояниях дисгармоничных. Герой болезненно переживает недостаток сердечности, любви, простоты в людях. И только не иссякшая пока вера в добро, да счастливо сложившиеся обстоятельства позволяют ему не падать духом. Рассказ о таком персонаже иногда сжимается у Белова до нереалистического изложения одной коллизии, с которой нравственная острота и психическая напряженность достигает крайней степени. Превосходно владея приемами изложения, Белов создает художественно-эффектную вещь, но окрашена она в весьма мрачные тона. Чок-получок. Органично входит в повествование Белова стихия доброго русского юмора, обнаруживая в арсенале писателя те пласты, которые проявятся спустя некоторое время в полной мере в бухтинах-вологодских завиральных шести темах. Беловский юмор восходит к характерным для Старого Севера замысловатым небылицам, в которых все привычные реалии, все логические связи, обыкновенные предметы перевертывались, приобретая нелепый фантастический характер, а в подтексте ироническое звучание. Затронутые в романах мотивы переходят в публицистику Белова, переплетаясь с основными темами его творчества, темами крестьянства, нравственного самоопределения человека, сохранения природы и национальной культуры. Яркое выражение они нашли в выступлениях Белова в качестве народного депутата СССР в 1989-1992 годах и члена Верховного Совета в 1990-1991 годах, а также в ряде статей и книг. Начать с личного самоограничения. Из пепла, внемли себе и других. С предельной откровенностью Белов говорит о своем духовном пути. Мучает меня, что я очень уж долгое время был воинственным атеистом. Мне и сейчас, конечно, далеко до полноты христианского понимания и всепрощения, но стремлюсь к православной вере. Пока наш народ не обретет Бога, души своей, до тех пор не вернется и наш русский лад. Молюсь за Россию. Творчество Белова соотносится с одним из направлений русской советской литературы 20 века – деревенской прозой. Ее значимость бесспорна. Крестьянская цивилизация является самой древней, и судьба России неразрывно связана с судьбой деревни. Для русской литературы 20 века крестьянство не просто тема. Деревня – это аналог социального бытия, народной жизни. В деревенской прозе воплотились национальный образ мира, народный характер, русское национальное сознание. Большую часть населения России до революции составляло именно крестьянство. После революции происходит быстрый процесс урбанизации и разрушения крестьянской традиционной культуры. Значительный урон сельскому хозяйству нанесла коллективизация, когда большинство крепких хозяйств было разрушено, а их хозяева сосланы. Серьезное потрясение пережила деревня в годы войны. После войны село опустело, немногочисленные жители устремились на производство в город, патриархальная Русь уходила в прошлое. Деревня второй половины двадцатого века практически доживает свой век, находится в плачевном состоянии. Пик расцвета деревенской прозы приходится на 1960-е, 1980-е года. Все чаще идет обращение к книге Василия Белова «Лад» в связи с возрастающим культуре и интересом к народным традициям. Творчество Белов изначально отстаивает высокие идеалы национальной традиции. Сохранение традиций для Белова – это сохранение народа, страны, и с этим трудно не согласиться. «Лад» – это самая оптимистичная, а даже праздничная книга Белова. Мир крестьянской общины, семьи, хозяйства, мир работы досугов, имесла и художеств, обычаев и языка предстает в идеально ладном состоянии, в каком помнит его история и в каком видит его писатель. Лад порождается правильной ритмичностью всего круга оборота земной жизни. Автор с большим тактом умеет соединить этнографическую точность с нравственной правдой. Сама его речь задушевна, мягко и иронична, но всегда крепка, ладно, отчетлива в понятиях и оценках. Всегда в ней уместно народное слово. На протяжении всей своей жизни писатель кропотливо собирал устные рассказы, были, песни, пословицы, предметы материальной культуры. Белов долгие дни проводил в архивах, изучая находящиеся в них этнографические материалы. Также большое количество информации Белов получил от своей матери. В этнографических очерках «Лад» Василий Иванович сплел неповторимую паутину из пословиц, бывальщин, рассказов, собранных на просторах Архангельской, Кировской и Вологодской областях. Рассказал он читателю о народных промыслах и традициях. Новую и непростую задачу поставил себе писатель в романе «Все впереди» 1986 год издания. Исследовать современную русскую жизнь, человеческую породу в условиях городского смешения наций, традиций, стилей, столкновений разных нравственно-психологических типов. Москва. Место действия романа. Многосложное, противоречивое, но тоже органичное порождение российской истории. Москва все более подчиняет и подчиняет других противоестественному машинному ритму жизни. Все более уподобляется Вавилону. Деградация личности особенно безобразна, в чем убеждает нас образ Натальи Зуевой, одной из героинь произведения. О чем скорбно размышляет нарколог Иванов, человек и верящий пока что в жизнеспособность добра, но одновременно и зараженный, как и большинство вокруг людей, скепсисом и цинизмом. Хотя автору и жалко Москву в ее нынешнем состоянии. Он не боится ставить неутешительный диагноз городу и городской цивилизации вообще. Торжество ненасытной гордости голого рационалистического ума умножает зло, истребляет уважение к великим человеческим тайнам. Утверждает культ технического прогресса, которым просто заворожен обыватель. И тогда закономерен вопрос, не призрачны ли надежды на будущее, не иллюзия ли то всегдашнее наше ощущение, что все впереди. Кроме традиционных рассказов, написанных прозой, писатель создал несколько пьес, которые были прекрасно восприняты публикой и шли во многих театрах по всей стране. Темой произведений Василия Белова становится призыв к сохранению забывающихся народных традиций. Кроме того, в них нередко звучит сожаление о том, какие потери терпит современная писатель у общества, отдаляясь от своих культурных корней. Большое значение Белов придавал тому, как поступают промышленники с природными богатствами. Он связывал их небрежность по отношению к природе с разрушением образа жизни в целом и нравственности в том числе. Точку в творчестве Белова поставил сборник этнографических очерков «Повседневная жизнь русского севера». Эти работы – ценнейший материал для российских этнографов. Очерки Белова следует воспринимать в первую очередь как авторские исследования, и только потом в качестве художественных произведений. Современная этнография, занимающаяся изучением русского севера, многое обрела благодаря такому ценному источнику, как произведение этого писателя. Жена Василия Белова, Ольга Сергеевна, имела дворянские корни, родилась в учительской семье и сама выбрала путь учителя, преподавала в школе русский язык и литературу. По словам дочери, финансовое положение семьи позволяло не работать. Однако Ольга Сергеевна учительствовала для себя, чтобы было чем заняться. На полвека женщина стала музой, главной сподвижницей талантливого мужа. Говорят, Белов слыл человеком со сложным характером, нелегко было терпеть его взрывной нрав. Для родных до сих пор загадка, как под одной крышей уживались две противоположности. Уверены, что без большой любви явно не получилось бы совместной жизни. Василий Иванович стал отцом поздно, только в 40 лет. Дочь Анна – искусствовед, работает экскурсоводом в музеях Московского Кремля. В интервью женщина рассказывала, что отец не спешил заниматься ее воспитанием, все время отдавал работе, пропадал в командировках, в том числе часто входил в состав российских делегаций, ездивших за границу. Лишь когда дочь достигла подросткового возраста, взялся за ее воспитание. По воспоминаниям Анны, отношения у них были сложные. Не обошла их стороной проблема отцов и детей. Ссорились, спорили по любому поводу. Дочь считает, что всему виной большая разница в возрасте. Только со временем стали друзьями. Василий Белов сам старался сохранить чистоту русского языка. Активно пользовался диалектными словами, способными лучше передать смысл и эмоции. С течением лет взгляды Белова остались неизменными. Горячо болея за сохранность литературного русского языка и природных богатств в России, он являлся приверженцем традиционного российского уклада жизни. Близкими друзьями автора деревенской прозы были люди именитые. Лучшими товарищами были писатели Владимир Крупин и Валентин Распутин, а также Анатолий Заболоцкий. Василий Иванович человек увлекающийся. Искусство любил в любом проявлении. Коллекционировал картины и собирал антиквариат. Бога он не верил, только отпраздновав золотой юбилей, обратился к вере. Писатель на свои собственные деньги восстановил храм в родной деревне Тимониха. Писатель оборвалась в 2012 году в результате длительной болезни. Писателя часто именуют великим художником деревенской прозы. В литературных кругах считается, что жанр деревенской прозы получил свое развитие именно благодаря той деятельности, которую вел Белов. Если вас заинтересовала эта тема, предлагаем познакомиться с рекомендательным списком литературы. Спасибо за внимание!